Ряд общественных организаций обратились к руководству митрополии Молдовы с требованием выполнить свои обещания и отлучить представителей действующей власти от церкви. Организаторы пресс-конференции, в ходе которой было озвучено обещание, напомнили, в мае церковь дала обещание, что священный сенот пойдет на исключительные меры в случае, если власти не отзовут антихристианские законы, которые полностью уничтожают многовековые устои молдавского общества. Одной из самых грубых форм попрания православной веры, нравственности и морали стало принятие парламентом закона о равенстве шансов, которые целенаправленно подрывают православие и традиционные семейные ценности. На фоне антихристианских действий правительство высшее руководство православной церкви не может оставаться безучастным, считает представитель Лиги русской молодежи Владимир Корманов. В своем обращении мы не призываем руководство церкви к открытому конфликту с антихристианской, можно сказать, даже антинародной властью. Мы хотим лишь, чтобы пастыри и лица, возглавляющие молдавскую православную церковь, исходили исключительно из интересов многонационального молдавского народа. Исходя из этого, мы просим митрополию Молдовы и его преосвященству митрополита Владимира исполнить все заявленное руководством православной церкви Молдовы, особенно учитывая то, что представители власти даже не намереваются отменять антихристианские законы и даже вносят все новые поправки в это законодательство, что является прямой атакой на морально-нравственные устои нашего многонационального общества. Помимо того, что правящие в Молдове власти открыто поддерживают моральное разложение общества посредством принятия антихристианских законов, ее лидеры выступают на одной сцене с политическими преступниками, такими как Саакашвили, отметили представители общественных организаций, коснувшись выступления лидера либерал-демократов на украинском Майдане. Подобное поведение молдавских властей дискредитирует не только саму власть, оно уничтожает достоинства всех граждан Молдовы, отметил член Совета общественного движения Родина Евразийский Союз Игорь Кучер. Ведь понятно, что вот такое поведение, вот такая позиция господина Филата лишний раз подчеркивает, что это заказ, да, конкретные люди, которые выполняют соответствующий заказ. И заказ, который приведет к тому, что мы просто с вами потеряем страну. Сегодня стоять на одной сцене с военным преступником, которым является Саакашвили, это унижение достоинства всех граждан Республики Молдовы. Безусловно, это ненормально, безусловно, это показатель того, что наш политический бомонд действительно переживает серьезнейший кризис. В Украине и Молдове идет процесс зомбирования европейскими ценностями, которые в действительности направлены на отрыв человека от веры, уничтожение национальной идеи и стирание границ между государствами. Даже хорошо сформулированные и правильно преподнесенные нормы Запада молдавскому народу, чьи устои формировались веками, не нужны, считают представители общественных организаций. Свобода выбора или демократия, она легко регулируемая на сегодняшнем этапе, легко регулируемая тем, что, опять-таки, владея, власть владея инструментами воздействия на человека и преподнося это как инструменты демократии, тем не менее, выбор людям всегда будет сформирован, выбор всегда будет навязан, выбор всегда будет продиктован и так далее, и так далее. Мы это с вами прекрасно видим, в том числе на некоторых достижениях этой пресловутой демократии, у нашей пресловутой демократической партии, и мы прекрасно знаем, как прошли демократические выборы в Гагаузии, когда демократическая партия тупо скупила голоса независимых депутатов. Общественным организациям, гражданскому обществу и церкви пора созреть, занять принципиальную гражданскую позицию и остановить вакханалию навязывания лжеценностей, что неминуемо ведет к духовному вымиранию Молдовы и уничтожению ее государственности. Что же касается требования предать анафеме политиков за принятие антихристианских законов, то этот вопрос, считают активисты, должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Священного Синода.